сейчас я вам расскажу что будет в новой серии сериала дочь посла не забудьте поставить лайк нашему видео все в этой жизни имеет срок годности вы выполняете одну работу затем решаете заняться чем-то другим уходите с этой работы или уходите на пенсию строишь дом надоедает и выставляешь его на продажу мы можем расширить этот список по многим вопросам кроме одного мы никогда не сможем включить в этот список только одно быть матерью и отцом возврата к этой пенсии нет эта ситуация не меняется даже если вы находитесь за много миль от своего ребенка или если вы потеряли ребенка буквально вчера особенно чувство материнства всегда говорят что оно совсем другое моя покойная бабушка говорила это одновременно самое прекрасное чувство на свете и давление сердца синяя мать несмотря на то что она потеряла ребенка она мать которая не потеряла эти чувства внутри себя и чувствует их глубоко в своем сердце вот почему глаза милек первыми увидели ситуацию в которой она оказалась рядом с милек была также мать халиси но поскольку ее планы были заняты другими делами она не могла понять ситуацию своего внука мави видела ситуацию в которой оказался милек а значит и санкар и не могла оставаться равнодушной к происходящему пытаясь изо всех сил удержать санджара на ногах он продолжал держать маленького милек за руки однако до вчерашнего дня она решила держаться подальше от санджара из-за разногласий с ним и их совершенно разного понимания жизни женщина которая никогда не отступала нет одного решения которое она приняла с момента своего первого приезда внезапно изменила свой шаг после того как я немного поразмыслил над этим картина стала совершенно ясной как известно дочь мави умерла и она стала свидетельницей уничтожения еще одного ребенка на ее глазах и того как пошатнулась ее жизнь никто у кого есть в сердце хоть немного добра не останется к этому равнодушным особенно тот кто страдает от детской боли мави тоже не могла остаться она всеми силами старалась вылечить милек я сравнил ситуацию мави с ходьбой босиком по огню женщина которая несколько дней назад терпеть не могла даже игрушки в своей жизни появился ребенок возможно того же возраста что ее дочь он проявлял к нему интерес сострадание и старался быть с ним я думаю он не хочет чтобы санджар испытал то через что ему пришлось пройти он не может допустить исчезновение еще одного ребенка или человека который как он уверен хорош пережить ту же боль что и и он фактически он показывал это каждым своим движением пока милек не заговорил с ним в кафе по подсказке гувена милек сказал мави иди сказал он если бы вся мугла сказала такой женщине как она уйти возможно она проигнорировала бы это но она не может оставаться нечувствительной голосу маленького ребенка который скучает по своей матери поэтому она попрощалась с анкаром сразу после мелика он не смог прожить счастливую жизнь о которой мечтал со своей дочерью но у милек и санджара есть шанс поэтому вместо того чтобы омрачать возможность того что они когда-нибудь будут счастливы она решила уйти как бы сильно они ей не были нужны я думаю что это был очень мощный поступок как не посмотри порядка которому привык милек больше нет когда его мать была рядом с ним все внимание было на нем всю свою жизнь на рэ посвятила дочери и проводила с ней каждое мгновение он обо всем говорил со своим ребенком и старался преодолеть вместе с ним каждую дорогу санджар не сможет этого сделать даже если захочет ведь милек не единственный человек в его жизни да он самый важный человек его дочь его все но у санкара есть компания которой нужно управлять люди которых нужно защищать и синие которые быстро катятся во тьму теперь мы можем сказать в чем важность мави но в характере санкара эфи нет никого кто подведет и он дал мави обещание да другой человек не требовал от него такого но санджар хочет что-то сделать чтобы хотя бы немного справиться с чувством внутри себя а поскольку он видел что мави больше всего нуждается в помощи в этом плане это было неизбежно чтобы он повернулся в этом направлении в этом случае интересы разделились и милек не хочет с этим мириться тем более что видеть отца рядом с мави было для него последней каплей хотя он уже скучал панари каждый миг замыкаясь в себе когда он увидел своего отца рядом с мави он сказал дедушки отведи меня к моей матери сказал он на самом деле это был своего рода крик о помощи милек нуждается в матери потому что она не хочет оставаться одна несмотря на то что все вокруг заботились о нем он действительно начал мысленно сравнивать раньше у него не было отца мать каждую минуту была с ним рядом теперь у него нет матери наоборот он хочет чтобы отец был с ним у него не было намерения делиться особенно с незнакомцем поэтому он побежал гувену не знаю вернется ли милек матери но этот ребенок сейчас находится в состоянии повышенной готовности и думаю ему нужна профессиональная помощь противном случае ему не удастся легко выйти из депрессии в которой он находится чем болезненнее ситуация в которой находится милек тем болезненнее будет новое раскаяние санджара если бы сейчас все было нормально я бы однозначно обвинил санджара я бы подумала что он оставил дочь в покое и говорит все что хочу но ничего нормального санджар как и милек переживает очень трудный период санкару приходится нелегко сначала с уходом на ри затем со смертью его дорогого друга и оставшись наедине с тем что они оставили санкар эфи не смог спасти ни гигиза ни на ри он хочет простить женщину которую называет моей жизнью но на этот раз он не настолько зол чтобы прощать ее я всегда говорю что в глубине души он знает почему она ушла и почему он больше не может этого терпеть поэтому он всегда так говорит я не смог их защитить санкару будет нелегко справиться с выпадением волос милек и незнакомцем рассказывающим ему о ситуации в которой находится его дочь в то время как он все еще не справился с болью мы более или менее знаем его характер она автоматически начнет винить себя и в этом случае если милек будет очень настаивать ее возможно даже уговорят отослать дочь к матери чтобы она была счастлива хотя было очевидно что он пережил это в последнее время ему предстояло гораздо более тяжелое испытание которое приведет его на дно санджар живет с раскаянием которая растет с каждым днем и захватывает его душу думаю он не сможет справиться с этим так как раньше разве не поэтому он не рассказал мави всего на этом наше видео дочь посла закончилась не забудьте подписаться на мой канал увидимся в следующих видео пока